А вот другие упражнения, которые сейчас я буду показывать, они тоже повторяющиеся, не требующие переключения разных, так сказать, частей нашего организма, помогают нам в самозащите. Они называются восьмерки или же другие упражнения, которые называются маятники. Что из себя представляет восьмерка? Правая рука будет описывать вертикальную восьмерку. Обратите внимание, что ваши руки, вот как будто здесь один шар, вот как будто второй шар. И вы своей ладошкой вот описываете теперь внешней стороной ладошки нижний шар. Здесь опять выходите на верхний шар. И вот так происходит это движение. Начинать можно вот с таких небольших амплитуд. И затем, когда вы это все правильно будете делать, ваши руки будут все больше и больше и больше расходиться. Это вертикальная восьмерка. Правая рука. Ей можно тоже долго вот так делать. Левая рука в этот момент делает горизонтальную восьмерку. Как будто два шара лежат вот перед вами на плоскости. И вы их вот так вот тоже самое. Супинацией и пронацией. Проглаживайте. Когда вы научитесь сделать это отдельными руками, да, то есть левая и правая сами по себе, то затем начинайте это же дело. Смотрите. Теперь две руки. Левая работает в горизонтальной восьмерке, а правая работает вертикально. И несколько минут вот эти естественные повторяющиеся движения вы делаете. Можно доводить это сначала начинать, допустим, три минуты, затем пять минут, десять минут. Эти упражнения не дают вам усталость. Здесь нет никаких переключений на мышцы с мозга и с мышц на мозг. Ноги то же самое. Пяточки отрываются. И работаете. Вот вы работаете. Как я вам говорил на предыдущих наших занятиях, на выдохе, в приседе и в развороте. Вот здесь происходит выдох, присед, а разворот происходит в пятках и в супинации и пронации ваших рук. Вот это и есть работа восьмерками.